Главы Министерства иностранных дел стран ЕС сегодня обсуждают дальнейшие шаги в отношении хунты Лукашенко и дальнейшие санкции в отношении этой хунты. Эти санкции будут связаны в основном с тем, как Лукашенко и его компания организовывают доставку нелегальных мигрантов из разных стран мира в Беларусь для дальнейшей переправки этих людей в Польшу и Германию. Надо сказать, что в Германии к настоящему моменту скопилось порядка 4000 незаконных мигрантов, которые туда попали партизанскими, что называется, тропами. И немцы в это выводят. Именно немцы являются инициаторами данной встречи министров. Это, напомню, сейчас не относится ни к четвертой, ни к пятому пакету санкций. Это еще. Это уже еще. Сейчас я объясню, о чем идет речь. Именно немцы являются инициаторами данной встречи. И вот они, собственно говоря, готовы положить конец, похоже, наконец-то, тому, что все мы называем нелегальной миграцией от Лукашенко. О чем идет речь? Речь идет уже, как я говорил, и не о четвертом, и не о пятом пакете санкций, а идет о авиакомпании Белавиа, а также о турагентствах, так называемых турагентствах в кавычках, которые, о де-факто людоловах, которые занимаются вербовкой нелегальных мигрантов, их ограблением в дальнейшем, и пересылкой этих мигрантов в Беларусь. Вот чем они занимаются. О чем пойдет речь? Ну, понятно, что этим агентствам, по сути дела, на Европу наплевать. Они все агентства отдодневки, они созданы только для оформления одного маршрута из Багдада, например, или Арбиля, или же Дамаска в Минск. Больше их ничего не интересует, поэтому санкции им до лампочки. Хотя, может, что-то придумают, может, придумают, каким образом, например, прекратить течение денег между различными участниками этой преступной схемы. Возможно. Но в данной ситуации речь идет в основном о компании Белавиа, которая и так сегодня оказалась довольно-таки сильно обсеченной, и их больше не пускают в Европу. Речь идет о следующем. Поскольку уже запрещать им летать куда-либо уже некуда, потому что все. Речь идет о том, что могут запретить две вещи. Первое – это обслуживание этой авиакомпании технически. То есть полный запрет продажи и перепродажи запчастей, электроники, чего угодно для Боинга, во уникальном Боинге Белавиа. Таким образом, просто эти самолеты, которые нуждаются в техническом оснащении, переоснащении, мы прекрасно все понимаем, что автомобили проходят ежегодный осмотр и плановую замену запчастей. Что говорить о самолетах? Это же не шутки. Если не будет просто-напросто запчастей, соответственно, их придется доставать то ли вот таким вот образом, что удорожает стоимость этих запчастей на порядок, то ли вообще обходиться без них, соответственно, тогда в таком случае уже они просто летать не смогут. Это первый момент. Второй момент – Белавиа хотят лишить стыковых рейсов. То есть речь идет о том, чтобы аэропортам, в которые все еще Белавиа продолжают летать, например, Эмираты, Стамбул и так далее, есть несколько аэропортов, куда они еще все-таки летают, чтобы этим аэропортам запретить делать для Белавиа стыковые рейсы с пересадками куда-либо. Я так понимаю, что, конечно, прежде всего все касается Стамбула, потому что в Стамбуле идет львиная доля пересадок из рейсов, скажем так, с Ближнего Востока, а также из Африки, которые привозят нелегальных мигрантов Лукашенко в Стамбул с дальнейшей переправкой в Минск. Так вот, идет речь не только о том, что технически запретить Белавиа обслуживать свои самолеты, но и запретить им стыковые рейсы. Будет ли это сделано? Я думаю, да, будет. Почему? Потому что вопрос поднят не Латвии, Литвой, Эстонии, а вопрос поднят немцами, а немцы, понимаете, в Европе на сегодняшний день, ну, а не законодатели. Увы, ах, их экономика самая тяжелая, их экономика. А деньги решает у нас все, кто пляшет, тот заказывает музыку. Соответственно, если немцы начнут чего-либо добиваться, я думаю, они добьются в данной ситуации. И на Белавиа наложат дополнительно к тем санкциям, которые существуют, еще и вот эти санкции. И каким образом авиакомпания вырулит, я не знаю. Ну, они, конечно, как-то вырулят, но что, они приземлят большинство самолетов. Так они и так уже большинство приземлили, потому что летать некуда. Ну, уволят в настоящий момент, сколько уволят? Там 30% экипажей и 30% бортпроводников. Ну, уволят, значит, 70 или 80% экипажей и бортпроводников, а 20% будут летать в Урюпинск и Мухосранск, потому что больше летать им совершенно некуда. Ну, как-то так вот будет это все продолжаться. И вот пока вот эта хунта будет в Беларуси, там в Минске вот это заниматься своими этими черными делами, ну, вот так Белавиа, как и вся Беларусь, собственно говоря, будет продолжать жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok